Думаю, что игра была тяжелая, мы начали не очень хорошо. Первый тайм, там 20-25 минут было очень тяжело, нам не успевали не успевали задержать мяч, но при такой игре у нас был самый лучший момент у Джорджевича, момент, когда он был должен забивать. Второй тайм, думаю, играли чуть-чуть получше, потом нормальное удаление повлияло на ход игры и думаю, что выиграли заслуженно. Мы ожидали там Витинья и Алунарева, потому что они с Хреснодаром там на везде тоже играли в эту систему 5-3-2. Чалова не ожидали, честно, думали, что Витинья будет играть с Алунаревом, но просто Алунарева ожидали 100%. В зоне его кубков буквально одно очко, на ваш взгляд способны ли Тула побороться за его кубки на Лигу Евопа? Как говорят, аппетит приезжает во время еды, да? Я думаю, что не надо об этом говорить, потому что давайте скажем, если бы мы сегодня проиграли, тогда у нас ситуация была бы гораздо похуже, потому что тогда бы мы били три очка от переходных игр, а сейчас мы шесть очков от переходных игр. Показывали, что чемпионат России в этом году крайне интересный и публика очень много. Интересный очень, потому что в прошлом году уже сначала две команды вообще выпали, там Томск и Томи, кто была вторая, они вообще у них очков не бил, очень тяжелая игра будет тоже в Хабаровске, так что хорошо, что выигрываем, хорошо, что народ доволен, но я думаю, что сейчас надо говорить о какой-то большой задаче, слишком быстро без все бил. У вас есть какой-то секрет против игры и против сильных команд? Поделитесь этим? Нет, я думаю, что это просто, потому что мы не выигрывали какие-то игры, которые мы заслужили выиграть, просто удача не была на нашей стороне, а с этим грандами вообще у нас было достаточно удачи, специально там с Занитом, не могу сказать, что мне больше нравилось, как мы играли с этим «Уралом», как мы играли в этой игре с командами, которые нам по зубам, чем в этой игре, потому что здесь играем вторым номером, у нас чуть-чуть побольше простора, там получается, можем использовать этим, а когда играем с равными командами, тогда, я думаю, нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы вот это получше сделали. Сегодня мы выглядели как-то чуть-чуть испуганы. Это первый раз, что я видел, что не хватало вообще уверенности, что мы можем выиграть в СССР, поэтому мы никогда не выигрывали до этого момента. не знаю, а сейчас после победы, что сказать, это тоже, в общем, ребята молодцы, они были, но не выглядели ми так, как на этих играх до этого момента. А что касается первого круга, думаю, что могло и лучше, что могло и хуже, а что само и неожиданно не знаю, само и неожиданно может быть, что мы выиграли за Нита Питер. Ну, должно, должно прибавлять уверенность команды, и вообще, вы знаете, «Арсенал» это была только домашняя команда, только выигрывала здесь Туле, а сейчас, даже когда играем с очень-очень хорошими командами на въезде, мы верим, что можно что-то сделать. Думаю, что уверенность в себя поднимается чуть-чуть. Не хочу сказать, что мы выиграли случайно, потому что случайно ничего не бывает. Так что, то, что выигрываем этих больших команд, можно сказать, что народу приносит больше радости, а для нас чуть-чуть лучше бы было, если бы мы выиграли эти команды, которые рядом со нами. Самое сильное – это командная игра, я думаю, что команда играет чуть-чуть лучше, чуть-чуть поинтереснее, чем играла. И вообще, в всех играх, кроме «Занита» и сегодня с «ССК», мы вообще, могу сказать, вам какие-то статистические податки. Как тренер, я могу сказать, что чувствую себя уверенно с этой командой. Редактор субтитров А.Семкин